В общем, всем здравствуйте! Сегодня у нас снова вот такое вот постзакатное великолепие, красота, спокойствие, очень спокойное море, красивое, даже есть костерок вот такой. Вот, в принципе, прекрасная погода, не жаркая с одной стороны, с другой стороны достаточно тепло, сейчас я сплю с открытыми окнами на лоджии, поэтому прям приятно. Вот здесь было тоже очень красиво, но я в это время как раз плавал, остались остатки, вот эти освещались красиво, сейчас они только немножко розоватостью освещаются. В общем, про что я сегодня хотел поговорить, вообще тема была про стоицизм, там была история, что один нудист, что-то нудисты говорили, а я говорю, а стоицизм это вообще-то философское учение, а я философ пообразов. Ну, правда, я им ничего не смог сказать про стоицизм, и вот обновил немножко знания, хотел про него поговорить. Вот. Но, как обычно, неожиданно, в последний момент там пришло пара интервью, показал ютуб мне, по-моему, Пуликовский фамилия, Пуликовский, там он в отставке, по-моему, генерал, что ли, или какой-то полковник, что-то такое. Ну, и типа он военный эксперт. Такой солидный дядька. Ну, еще там кто-то, еще там потом какая-то дискуссия была. В общем, все обсуждают вот нынешнюю ситуацию, так в стратегическом масштабе, потому что, что дальше будет, что дальше, как все будет развиваться, все идет, вообще говоря, откровенно, к Третьей мировой войне. Вот так вот. Вообще, вот, прямо уже говорят военный эксперт, что нужно готовиться к Третьей мировой войне. Потому что Запад, он как бы не прекращает вот эту политику эскалации. Он идет все дальше и дальше. Все обостряет и обостряет обстановку. Там вот сейчас хочет АВАКС, например, запускать. Я не знаю, по-моему, ну, я думаю, что это над Черным морем, наверное. То есть, что там, Турция, это страна НАТО все-таки и так далее. Там Румыния, кстати, рядом. Тоже. А румыны-то уж, они точно там приспешники, еще те американские, поэтому. Поэтому прогнозы неутешительные, но говорят, что нам есть чем ответить, скажем так, на какие-то те же самые АВАКСы загасить, которые, вообще говоря, признается, что это очень эффективное, оказалось, оружие. Эти АВАКСы удачные, скажем так. В отличие от тех же беспилотников дорогих, которые вот эти сейчас летают, как он там называется, Хоук, Блэк Хоук, что ли, которые вот как раз в Черном море летают. Они там что-то дико дорогие, их там заказывали около сотни, построили только 40. Ну там что-то у них хорошая оптика, они там большие территории очень накрывают ну обзором. То есть такие очень хорошие игрушки, но дорогие. Поэтому даже Америка их заказала не 100, заказала 100 хотела, а сделали 40 только. Так вот, АВАКС, он еще круче, и он в этом смысле более удачный, потому что ну имеется в виду, что удачный в том смысле, что его сделали, и он потом показал свою эффективность большую. То есть как бы поэтому если он там будет летать у нас над Черным морем, как бы нам ну там вопрос был почему, там на него ответили, что скорее всего готовится небо для Ф-16, которые все-таки хотят поставить, ну как бы уже должны поставить на Украину. Непонятно где они будут размещаться, правда, но они будут сразу первостепенно целью на территории Украины, это ну как-то стало ясно, уже много раз про это говорено было, и Путин там предупреждал что-то такое, так что так что что сказать-то здесь, а вот если они будут располагаться где-нибудь с вылетом из Польши, ну там будет интересная картина, интересно будет все складываться, потому что придется наносить удары по местам их базирования, ну это я думаю то что я сейчас говорю уже все знают в самом-то деле эти то есть это никто не скрывает Россия прямо предупреждает об этом на всех уровнях, в том числе и в прессе, дает официально, кстати, угасает, угасает сейчас постепенно вот это постзакатное вот этот ну видите он становится почернее, чернее, но все еще голубой, там он кстати становится красное небо слева краснеет ну такое еле заметное грязно-розоватое ну прям на глазах на глазах иногда он долго держится вот этот вот постзакатный цвет а сейчас он довольно быстро исчезает возможно там может быть облаков не было и солнце как бы достаточно быстро зашло и ушло за горизонт просто и все и как бы и а может там где-то облака далеко и оно как бы это уходит быстро в общем не знаю у нас как обычно здесь разрисовано небо прям какими-то кляксами такими интересными ДСБМ прикольно как-то вот так если высветлить немножко неутемненно оно было лучше по-моему все-таки давайте утемним вот вот в таком вот таком виде в общем да я здесь много опять растекся мыслями по древу в самом деле основную мысль то я хотел сказать другую там основная мысль была в том что опять же она она не то чтобы с одной этой стороны она моя я ее вот на своих вот этих костерках довольно довольно часто рассказывал даже пару-тройку раз даже там когда я говорил про баланс так вот и политической так сказать политических действий скажем так военно-политических скорее ну что там понятно что это с военным связано то есть где я толкал идею о том что у России обороняющаяся позиция реагирования на какие-то угрозы а у Америки наоборот эскалирующая постоянная эскалация постоянная постоянная эскалация вот поиск вот этих пределов реагирования прощупывания ну и соответственно возникает большой дисбаланс вот именно из-за осторожной политики России из-за наоборот очень агрессивной западной ну так вот вот как раз вот эти военные эксперты которых я сегодня слушал они как раз и говорили что в самом-то деле нужно нужно как-то как каким-то действием приходить потому что оно будет ухудшение так и дальше причем причем прогноз такой нехороший потому что ну к чему готовится запад он там и войска готовы вводить французов постоянно трясли этим пока у них на выборах это не вылезло им же боком к тому же Макрону люди люди против видимо посылки войск французских но там не секрет что в самом-то деле там куча разных там куча наемников там Польша уже кучу народу посылала там были цифры какие-то что за время спецоперации Польша как сказать дала понюхать пороху ну там я не знаю каким образом там возможно где-то в вспомогательных подразделениях или как или там несколько дней участия в конфликте то есть сто тысяч человек но это конечно сумма какая-то прям большое число я не знаю стоит в него верить или нет но то что там польские военные воевали не секрет много было подтверждений и сказано про это поэтому и французы там довольно много воевало и других всяких национальностей вот недавно были сообщения об 11 тысяч колумбийцев наемников которых привезли из Колумбии понятно что на деньги нацистской Америки ну и нацистской имеется ввиду вот этого руководства истребинового нацистского поэтому ну как-то вот так то есть перспективы не самые радужные потому что запад ни в какую не хочет проигрывать хотя по факту Украина уже явно проигрывает потому что уже что-то там и Зеленский начал говорить о посредниках для о посредниках для переговоров например ну это так для примера так костерчик в общем что-то вот такого вообще не помню когда говорил может быть он когда-то и говорил но сейчас вот это как-то интересно выглядит ну вот поэтому но запад-то не хочет то есть Украина-то задувается так а здесь может быть какие-то другие угрозы возникнуть опять же когда будут подтягивать авиацию какую-то еще что-то какие-нибудь корабли зайдут ну то есть запад не сдается он в этой своей политике эскалации продолжает и вот уже говорят что вот эти специалисты что пора уже как-то все это останавливать то есть потому что если сейчас ну вот не остановят то прогнозы неутешительные более того а вот я сейчас вспоминаю кстати про что я хотел поговорить про что сказать очень важная информация про которую тоже те же военные эксперты объясняли что вообще говоря ну мое заключение такое что вот эта политика эскалации она я бы назвал ее каких-то мелких шажочков вперед политиками мелких шажков ну или просто шажков она она же как сказать давным-давно используется запада западными политиками этими военно-политическими потому что вот пример приводили что там например были всякие обещания что НАТО не будет двигаться на восток и так далее а потом говорят что потихонечку начали подбирать страны все потихонечку было то одну страну забирали в НАТО вторую третью ну и вот такими мелкими шажками там выяснилось что там вообще все подошло к границам России и так далее хотя как бы с самого начала это не предусматривалось и вообще как бы договор был такой что ну опять же не за не написаны не подписаны никем но он был свидетели даже западной стороны были поэтому то есть политика вот этих мелких шажков она явно используется западом многие десятилетия уже еще я думаю еще и в советское время использовались они поэтому просто если эту историю как-то наматывать на ус и на нее как-то пытаться прогнозировать отвечать то по-хорошему в самом начале спецоперации можно было действовать намного жестче то есть и пресекать все провокации пресекать поставки оружия как-то жестко разбирать сразу всю эту энергетическую структуру если бы с самого начала бы по-серьезному все начали бы разбирать они велись опять же на эти переговоры которые тоже оказались фейковыми как обычно как и минус 2 как и там предыдущие какие-то договоры ага давайте да да я понял да я все уже заканчиваю в общем в общем да то есть получается что все таки как сказать то ну если понимать каким образом ведет себя запад то нужно выстраивать какую-то контрполитику контрстратегию и меня вот честно говоря я не знаю может быть я что-то не понимаю у меня может быть чего-то нету каких-то данных или я просто что-то не понимаю но мне непонятно почему Россия так до сих пор ведется на все эти вот западные обманы шажки вот эти на их стратегию и продолжает вот так все пассивно все идет ухудшение и ухудшение но там правда непонятно чем чем в итоге все в чем во что все выльется может быть ничего запад не решится ни на что но пока все пока прям демонстрирует полную решительность так сказать продолжать конфликт с Россией там эскалацию конфликта по прогнозам некоторых специалистов ну вот я тоже вот общался здесь то есть там очень плохие прогнозы в самом деле они в прошлом году плохие там давались что и танки не делают ракеты не делают и так далее как бы все оказалось совсем не так ВПК все-таки заработал ВПК смогли запустить ракеты есть ракет намного больше стали производить и чуть ли не каждый день он летают ну я имею ввиду большие ракеты там крылатые беспилотники и так далее поэтому видите такая ситуация в том что все-таки как ни крути вполне возможно что стратегия России вполне выверенная то есть люди знают что делают и как-то просто ждут время работает возможно на Россию те же самые политические устройства может замениться Европа очень сильно буквально еще через год скоро выборы в США и так далее могут быть потрясения всякие это кстати тоже может подстегивать вот этих нацистских элиты военно-политические западные к более агрессивным и скорым действиям скажем так поэтому все надо тоже учитывать просчитывать ну я надеюсь на 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 какое-то хорошее оптимистичное будущее все-таки и поэтому что держим кулаки за наших ребят удачи удачи России мы верим в Россию в президента в российское государство в россиян все всем мира добра и решительности решительности